Так, ну что, ребят, всем привет, ролик по поводу EPLUS, соответственно, XRP официально появился на бирже CME, многие этого не знали, но на самом деле была до этого новость еще 12 или 11 даже июля, что присоединяется к рынку деривативов CME групп США, что вы понимали, ну и начиная с 29 июля можно воспользоваться прозрачным ценообразованием, да, да, для ICP монеты и также, как вы понимаете, для XRP, а также индекса в реальном времени, ну и как вы понимаете, что тот же XRP явно не просто так здесь появился. Дорогие подписчики, я слышу каждого из вас, ваши проблемы, просьбы, надежды, поверьте, вы мне далеко не безразличны, именно поэтому в такое непростое время я решил открыть вам действительно работающую и стабильную платформу по заработку в интернете на криптоактивах. Называется она eva.eth.ru и суть ее состоит в том, что инвестиции любого человека попадают в автоматизированную систему стейкинга Ethereum, работающую для вас 24 на 7, и давая за это от 3 до 10% инвесторов в сутки. Это лучшая платформа по заработку, в которую я сам вложил более 5000 долларов и очень доволен своей инвестицией, планирую и далее тут зарабатывать. Поверьте, инвестировав в eva.eth.ru, вы действительно получите эту самую финансовую независимость и прибыльность, которую вы так долго искали. Ссылка проекта в описании под видео. И это биржа фьючерсов, я напомню, а биржа фьючерсов это по сути уже намек на фьючерсный XRP, ой, блядь, этот, да, фьючерсный XRP ETF, все правильно. Вот, а потом появится спотовый, то есть по сути листинг на CME это и есть этот фьючерсный ETF, ну плюс-минус, да, уже трамплин к этому. Ну и как вы понимаете, CME официально опубликует эталонные показатели для XRP. Самое интересное, что они также обсуждают котировки пары там и так далее, базовый курс ежедневной меры стоимости в долларах США, рассчитывают его раз в день. Также индекс в реальном времени обеспечивает постоянную самую свежую цену, рассчитывают ставки, используя методологию, которая включает усредненное торговый парк, включая Bitstamp и Coinbase, то есть биржи в США, да. Ну а это Чикагская биржа, я напоминаю, это помогает снизить влияние котросрочной волатильности цен и выбросов. Далее XRP под категорией платежи. Интересно, что разместив XRP, CME у нас помещает криптовалюту данную под категорией платежи сохранения стоимости. Этот шаг привлек внимание членов сообщества XRP, которые настойчиво утверждали, что XRP это платежный утилитарный токен. Да, ну и как вы наблюдаете, это Native Token Ripple Network, which uses open-source distributed ledger technology to support the efficient transfer of cross-border payments. То есть они написали, что это и под категорией у нас платежи и сохранение стоимости, да, как вы понимаете. Вот, и примечательно, последнее событие произошло через год после того, как судья у нас там сказала, ну, по поводу 13 июля, да, что типа якобы победили SEC. Ну и одним из основных факторов понятия компьютера является видимость, ну, судя по всему, прозрачность, да. И CME обеспечивает такую рекламу через свои бенчмарки. Но самое интересное, если открыть вот эту вот страницу, то мы наблюдаем, что в бенчмарке вот у нас имеется XRP. И самое интересное, какие криптовалюты у нас в реальном времени индексы уже доступны. У нас доступен Bitcoin, у нас доступен ETH, у нас доступен Algorand, это CBDC монета, напоминаю, Avalanche, CBDC монета, Bitcoin Cash. Платежное средство, форк биткоина, Ada Cardano, CBDC, Chainlink, CBDC, Filecoin, Depint Sector, тоже там децентрализованное хранилище, Cosmos Atom, тоже там экосистема Фундаментал, ICP, Depint Sector, Litecoin, там платежное средство в некоторых странах, форк биткоина, Polkadot, CBDC, Polygon Matic, CBDC, Solana, CBDC, Stellar Lumens, ну, XLM, CBDC, Tezos, отчасти тоже там полу-CBDC, RVA сектор, то есть токенизация активов, тоже CBDC. И XRP тоже CBDC, совпадение ли это? DeFi сфера, Aave, который я миллионах светил, Curve Finance, Synthetix у нас, Uniswap, вот, далее, метавселенная, Axie Infinity, Decentraland Mana и Chilis. Ну, Chilis это не совсем метавселенная, это фан-токены, да, но имейте в виду, что тоже они здесь имеются. По поводу XRP, также, смотрите, у нас, когда CME у нас добавляет реальные индексы, то есть Bitcoin, ETH, Algorand, Evalanche, Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Cosmos, ETH, Bitcoin Rating, получается, Filecoin, интернет-компьютер, ICP, Litecoin, Polkadot, Matic и так далее. Ну, то есть, как вы наблюдаете, здесь тоже во многих моментах данная криптура добавлена. То есть, в основном, здесь ориентация на токенизацию активов, но я бы даже сказал бы на CBDC, в частности, но многие люди этого не видели, понимаете? И я это еще покажу в ролике про Bitcoin, имейте в виду, что это тоже все не случайно, что именно конкретно эти монеты были отобрены. Совпадение ли это, не думаю, а многие люди их не покупают. Кошельки, хранящие 10 тысяч XRP, выросли до 6-месячного максимума, поскольку XRP вырос на 28%. Ну, на самом деле, говорят, адреса выросли у нас и увеличились, получается, за последние 5 недель 2389 кошельков. Ну, давайте глянем. Вот, если перейти вот сюда, 10 тысяч кошельков, ну, по сути, нихуя тут не поменялось, на самом деле. Ну, вот здесь вот, если глянуть, здесь была лям 97, стала лям 157, где-то увеличилась на 60 тысяч даже кошельков. В этой степени, да, но если же посмотреть вот здесь вот, ну, в принципе, может быть, какое-то увеличение действительно было. Если посмотреть вот здесь, вот здесь наоборот какое-то снижение, здесь, ну, все так же, здесь ровно-ровно-ровно, ничего интересного. Ну, и самое забавное, здесь кошельки тоже у нас плюс-минус на том же уровне, то есть нихуя не меняется, кошельки у нас все продолжают удерживать. Далее, получается, и искусственный интеллект Илон Маск у нас предсказывает, что XRP готовится к бычьему росту на 3,5 икса до многолетних максимумов. Ну, это игрок, естественно, и говорит, что на данном этапе может повторить цена, я так понимаю, от 2 до 5 долларов целевая цена. Ну, и, как вы понимаете, отмечают также бычьи тенденции, что может повториться 2014-2017 год, такой же выход из треугольника. И предыдущие прогнозы были, получается, 8 июля, он говорил от 3 до 5 долларов, если выиграть дело. Ну, по сути, выиграть, не выиграть дело, это вообще похер, но это будет как позитивный сигнал, да, и позитивный фат, скажем так, в отношении того, чтобы люди заходили в эту монету. XRP удерживает на уровне 60 центов, поскольку SEC планирует новое закрытое заседание. Вот, ну и новое закрытое заседание, как нам говорили, якобы сегодня должно произойти. Ну, и уже перенесли опять на 1 августа. Ну, в принципе, это читаемо-ожидаемо, поэтому, как вы понимаете, что нихера не закончится, резина будет дальше затянута, поэтому 1 августа, скорее всего, тоже нихера не решится. XRP, вероятно, вырастет на 60 тысяч процентов, поскольку месячная полоса Боллинджера находится в самом узком уровне. Сентифицированная аналитика рынка у нас говорит Тони Северина, что может повториться, как было 6 лет назад. И та же самая ситуация была, получается, в семнадцатом году. Ну, и как вы понимаете, что тогда он стоил где-то 5,5 тысячных центов. Ну, и подрос до 4 долларов, это 70 тысяч процентов. Ну, он говорит, что если 60 тысяч процентов будет, то будет рост. И, в принципе, может подлететь вплоть до, ну, как минимум, такой же цены. Ну, и говорит, что актив может достигнуть 420 долларов. Ну, опять-таки, будет это либо нет, это пока влажная фантазия. Ну, если будет хотя бы доллар 4 в этом цикле, уже будет заебись. XRP нацелен на 2000 процентов, поскольку месячный график показывает фигуру чашка с ручкой. А, как вы знаете из моих роликов, это бычья формация, указывающая на потенциал огромного ралли. Ну, и XRP формирует многолетний узор чашки и ручки. Ну, и, как вы понимаете, тоже указывается 2017 год, что может повториться ситуация, что был до этого, да. Ну, и, в принципе, конечная цель 13,7 долларов. Ну, и, как вы понимаете, что рейтинг указывает у нас на здоровое давление покупателей. Вот, еще новость, что Ripple вырос из-за предстоящих разлоков токенов в августе. Ну, и разлоки на 603 миллиона долларов. Хотя, наоборот, говорят, что цена падает. Но теперь они начали выпускать новости, что из-за этого цена типа подросла. Если открыть тот же график, то, да, действительно, XRP подрос. И он не падает, как вы понимаете. И, в принципе, на данном этапе уже был рост на 75% с дна. Если кто считает, что это типа фейк рост и так далее, там, фейк отскок, там, ну, и будет дальше в это верить. Ну, посмотрите на доминацию, что она пошла уже на перехай. Да, может быть, мы немного откатим, но в целом я бы не переживал бы. Stellar, кстати, более замедленно показывает движение. XRP Hellscare, кстати, у нас пошел на опережение, да. Вот такая вот арифма. Вот, BitMart, ну, плюс-минус пока не дают идти выше. Но, в принципе, в долгосроке, я думаю, потом все равно все отрастет. Вот, по поводу Сологеника, видите, цена еще привлекательная для покупки. Вот, по поводу Санберда, в принципе, аналогичная ситуация. По поводу Флэра, я думаю, тоже плюс-минус так же. По поводу Лонда Файненс, кстати, недооцененная монета. Пока что еще можно ее брать. Потом, когда полетить, не плачьте. Мне, что типа вы, блядь, я не успел взять. Соответственно, была скидка и так далее. Ребят, времени предостаточно. То есть, монета уже месяц стоит по тем же отметкам. Поэтому дерзайте. Вот, по поводу остальных давайте глянемся BDC монет. А, и последняя новость на сегодня. То, что по поводу разлоков, они никак не повлияют. Поэтому, видите, цена, наоборот, растет. Центробанк у нас африканской страны. У нас, говорит, что цифровая наэра не пользуется спросом среди жителей страны. Ну, и также они запустили еще в октябре 2021 года. Совпадение ли это? То есть, я говорю, что крупные события, такие как запуск с 50-м и так далее. А это произошло за месяц до пика Булрана, как вы понимаете. Ну, по Биткою и Эфиру, в частности. И БНБ. То, как мы наблюдаем, это было за месяц до этого. И, в принципе, говорит, что пытаются усилить интерес людей. Также они там постоянно в Африке блокировали вот эти вот, ну, скажем так, криптовалюты. То и Биткоин, то и Эфир. Потом опять открыли, чтобы внедрить себе DC параллельно. Потом опять запретили. Ну, и, короче, туда-сюда вот эта дрочильня происходит. Ну, и, как вы понимаете, отношения контрастируют с энтузиазмом в отношении крипты. И в июне председатель комиссии по ценам магам сказал, что 33% жителей страны регулярно пользуются своими активами. А к 28-му году объем крипторынка может достичь 52,5 миллионов, ну, конкретно в этой африканской стране. Вот, по поводу Дота. Можно ли покупать? Я считаю, можно и нужно. Сейчас, тем более, произошел откат. Вот, если кто не закупался, еще раз делаю поправку. Потому что многие зачем-то усоединяются до усирачки. Хотя, ну, я говорю, это для тех, кто не покупал. Вот, далее, получается, Эфир тоже у нас растет. То есть, если глянуть тоже доминацию Эфира, то она у нас идет наверх. Доминация BNB плюс-минус на том же месте. Доминация Альтов держится. Доминация USDT, ну, в принципе, откатывается. Значит, все тоже позитивно. По поводу Матика, того же самого, можно смело брать, пока не улетело. Атом Космос, раз мы его упомянули, тоже можно смело брать. График плюс-минус похожий. Йота дальше. Кстати, Йоты нет, обратите внимание. Но, в принципе, есть алгорент. Это не проблема. Вот, алгорент у нас имеется. Далее, что еще из таких монет. Кстати, еще RBA-сектор, это тот же EOS, да, поэтому дно он уже прошел. Но, в принципе, глобально он все равно еще находится над ней. И вот эти там 35% это, ну, в глобальном плане, это просто пыль. Потому что, если открыть вот этот график, да, то вы посмотрите, монета просто в лютой просадке сейчас. Если от этого хая, то вообще там 98-99%, если отсюда, то где-то 90... Ну, 98 где-то так же, короче. Вот. По поводу остальных монет. Ада, когда она у нас? Кардана, кстати, по-моему, тоже у нас есть, да. Давайте глянем, по-моему, да. Вот у нас есть Avalanche, тот же самый, Bitcoin Cash, Кардана, Chainlink. Ну, в общем, все вот эти монетки у нас имеются. Поэтому, Кардана, стоит ли брать, я считаю, да, стоит, пока еще не улетела. По поводу Chainlink, стоит ли брать сейчас? Я считаю, да, еще можно взять, пока не улетел. Солану поздно брать, сразу говорю. И, кстати, обратите внимание, обратите внимание, что Соланы здесь нету. Соланы нету здесь. Здесь есть даже, сука, Тезис. А, есть Солан. Солан, ну, тогда огоню. Вот, короче, но все равно есть и Polkadot, и даже Litecoin есть. и Filecoin, и так далее. Многие другие монеты. Но, многие захейтили эти монеты, конечно же, рассказывают, что, типа, то нахер их брать, и так далее. Хотя, вот, ICP тоже можно еще подобрать на коррекции. Но, если не хотите ICP, не особо верите, возьмите Filecoin. Потому что здесь замешан Grayscale. И данную монету они тоже удерживают. Вот. А что еще из таких монет, которые я советовал? Это тот же Avalanche, да. Avalanche тоже можно еще подобрать. Далее, получается, это монета HBAR. У нас еще есть такая, HDR, да, многие знают. Тоже можно еще пока докупить. Alchemy Pay. Стоит ли докупать? Ну, Alchemy Pay, я, в принципе, за нее рассказывал. Она давала ICP. Но, в принципе, даже сейчас можно ее взять, пока находится в накоплении. Может быть, свои там 5-10 иксов она покажет. Поэтому, видите, какой был памп до этого. То есть, она тут пампилась. Сейчас, получается, сейчас скажу, сколько. Ну, где-то почти там 50, может, даже 70 иксов показывал. А если в этом покажет иксов 10, 15, 20, я думаю, будет уже зашибись. Вот. Что у нас еще из таких монет? Это монета Quant. Тоже недооцененная монета. Она тоже давала иксы. Да, я за это знаю. Но, в принципе, накопление тут тоже имеется. Поэтому данная монета достойна вашего внимания. Многие за нее спрашивают. Вот. Поэтому я считаю, что она тоже недооценена. И потенциал, ну, минимально. Минимально. Я думаю, хотя бы там иксов 5-7 показать. Это в худшем случае. Вот. А по поводу еще какой монеты. Это монета, конечно же, икс 10. Она тоже показывала иксы. И они чем-то похожи с Quantum и с Altchemy Pay. Там графики, да. Ну, вот видите, здесь был выкуп. И здесь повышенный объем. То есть, обратите внимание. Проект, на котором можно зарабатывать стабильно высокую прибыль. Это eva.eth.io. Я и сам вложил в данный проект крупную сумму и получаю отличные дивиденды. Ссылка на eva.eth в описании под роликом. Здесь объемы идут повышенные. Вот, особенно за последние, наверное, полгода или 3 месяца даже. То есть, у нас реально объемы подросли. Поэтому тоже будьте к этому готовы. Вот. А по поводу, соответственно, данной монеты. Стоит ли ее брать? Я считаю, да. Тоже стоит. Ну, и последняя монета на сегодня, которую мы не посмотрели. Это монета Verge. Ну, и, в принципе, на этом, я думаю, закончим. Verge еще тоже можно подкупить. Поэтому XRP сейчас покупать не надо. Stellar можно еще взять. В XRP не лез. В остальные монеты я, в принципе, озвучил. Какие можно докупать. Какие уже поздновато. Ну, поздновато XRP, ту же самую Solano. Я предупреждал, что потом, когда мы похуяем зелеными свечами, вам дно уже купить не дадут. И потом будет нечто подобное, когда мы полетим вот так вот. И хуй вы потом угадаете, и хуй вы потом зайдете. Потому что потом, когда вот так вот все хуяет наверх, да, вам зайти уже не будут давать. И коррекции будут минимальнейшие. И то не к тем отметкам, откуда был старт пампа, да. Поэтому такие мысли, такие дела. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok